Карамба ТВ представляет Здарова! Если вы считаете, что ящерицы это тупые существа, способные только хвост отбрасывать и в норку нырять, то вы, дорогие мои, глубоко ошибаетесь! Вы видели? Они же поздоровались! Помахали друг другу лапкой, как будто они на перроне перед поездом стоят. Может, они еще и телепатией владеют? Интересно, о чем они тогда общаются? Привет! Привет! Пока! Пока! А может, люди вовсе не от обезьян, а от ящериц произошли? Тогда рептилоиды не миф, а реальность. А вообще, мне это видео старую добрую рекламу напоминает, где чуваки друг другу непонятные фразы кричали. Если вы заметили, видео снято в зоомагазине. Мне кажется, скорее всего, у них так просто каждое утро там перекличка проходит. Игвана есть? Есть! Попугай Аэра есть? Есть! Хорошо. Удав есть? Есть! Кролик есть? Кролик есть? Кролик есть, я спрашиваю. Есть! Некоторые скажут, что, мол, ящерица просто движением повторяет, вот и все. Тогда почему они, заработницы зоомагазина, в перерыве ничего не повторяют? Ну, а на самом деле, это обычный ремейк известного фильма. Как вы думаете, напротив чьей клетки в зоопарке опаснее всего стоять? Тигр? Лев? Большой палец левой ноги? Ни хрена! Блин, да эта обезьяна, как минимум, отслужила его в Вьетнаме. А в середине видео она даже успела сдать норматив по физкультуре. Так, Иванову, сдаем перекладину и канат. Молодец, отлично! Блин, меня одного смущает, что обезьяна живет лучше, чем любой среднестатистический россиянин. Ну, посмотрите, у нее даже водопад в номере есть. Фото с человеком, фото с человеком, недорого. А вообще, это скрытая реклама окон. Вам надоело, что какие-то твари пытаются залезть к вам в дом? Покупайте наши стеклопакеты, и никакие обезьяны вас не будут беспокоить. И в конце видео становится окончательно понятно, что ребенок приемный. Мало того, что папа не взял его с собой фотографироваться, так еще и мама ржет, когда он плачет. Как вы обычно пробуете открыть дверь, если не работает звонок или вы забыли дома ключи? Причем, заметьте, с каждым ударом апплитуда была все больше и больше. Ну, это и неудивительно, ведь мозгов у него становилось в прямом смысле все меньше и меньше. Судя по всему, главный герой этого видео сирота, так как попросить маму скинуть ключи он даже и не пытался. Может, мы зря осуждаем его, и мужик просто романтик. И он наглядно демонстрирует своей избранице, что ради нее готов стены лбом расшибать. Хотя, какой смысл с таким упорством к ней лезть? Шпекаться-то они все равно сегодня не будут. Ведь на этот раз голова будет болеть у него. Это даже больше похоже на рекламу домофонов. Установите привратник 4, и посторонние никогда не будут больше писать в вашем подъезде. Только свои. Когда вы слышите такие слова, как инновации или нанотехнологии, то вы наверняка прям сразу же представляете какие-то супер-мега-турбо-крутые космические технологии. Но у меня для вас есть кое-что покруче. Сначала я подумал, что это обман зрения, но нет, он реально крутится. Поэтому я и сказал, что он круче. Мне кажется, что у Дарта Вейдера был именно такой толчок, чтобы плащ не пачкался. Этот толчок мечта любого парня. Точнее, мечта любой подруги парня. Ведь он сам вытирает стульчак, и не надо к нему прикасаться. А больше всего он понравится страдающим полнотой задницы. Ведь если стульчак не останавливать, он массирует целлюлитные зоны. Да если бы у меня такой толчок дома был, я бы только им и хвастался. О, Жень, здорово, приходи. Слушай, а ты случайно по-большому не хочешь? И лишь в конце видео становится понятно, что этот толчок портал в потусторонний мир. И судя по зеленой кнопке сверху, он уже активирован. Ну, поскольку прогресс не остановить, будем ждать писсуара, который стряхивает и оплачивает счет в баре. Что вы обычно ждете от видео с котами? Наверняка представляете себе таких милых котиков и гладящих их телочек. Кто залез в целую вольеру? Кто залез в целую вольеру и сидит там? Кажется, что обычный кот. Кто залез в целую вольеру и сидит там? Что? Он сказал не знаю? Походу этот мужик за кадром так задолбал вопросами бедного кота, что котяра не выдержала и начал говорить, чтобы тот отцепился. Однако мужик и после этого не остановился. Его, походу, ничуть не удивило то, что кот заговорил. Да? Ты не знаешь? Нет? Мне он напоминает любого студента на экзамене по философии. А чем отличались взгляды на мир Гегеля и Канта? Что первично, материя или духовность? Ладно, наконец. Как называется мой предмет? Этому коту в свое время даже предлагали главную роль в фильме про партизан. Отвечай, русиш котярин! Кто пометил Тапкин? Нормально. Главное, что, как обычно бывает в фильмах с эпи-эндом, коту удалось сбежать. Вроде. Когда ты слышишь, как ребенок произносит свое первое слово, ты этому очень сильно радуешься. Тем более, если это слово папа или мама, а не слово сосед. Ну а с этой девочкой беседовать одно удовольствие. Как отец может не понимать ребенка? Каждый раз, когда мужик возвращается с корпоратива, он разговаривает точно так же. Ну скажи, я прав? Да, да. Ну вот видите, между прочим, девочка хочет тебе сказать что-то важное. Па. А. Это что это такое вот это? А мама снимает видео и смеется, потому что ты никак не можешь понять, что жена тебе изменяет. А когда дочка вырастет, в школе у нее будет огромное преимущество. Па. И че? Самое главное, любое определение давать своими словами. Я всегда верил, что в реальной жизни есть место подвигу. Сразу видно, отважные ребята. Я в пожарники пошел, пусть меня тоже так научат. Сука. Может быть это новая разновидность пейнтбола? Вы заметили в эпицентре сражений уставший горбато-розовый запорожец? Наверняка он в своем веку многое повидал, но вот такое? Пожарные спасатели говорят, что самое сложное в их работе это ждать. И что это самое ожидание многих сводят с ума. Ведь МЧС, со слов самих тушителей и спасателей, это министерство, че случилось. Служба тут далеко не легкая. Там, где обычный человек не справляется, на помощь приходит пожарный киборг. А так МЧСники укрепляют корпоративный дух, пытаясь сплотить свои ряды. Так вы присоединяйтесь, еще кто-нибудь. Любой род деятельности накладывает свой отпечаток на человека. И нет ничего плохого в том, что бойцы, которые рискуют своей жизнью, спасая жизни других людей, могут себе позволить расслабиться во время рабочего дня. Ведь чем больше резвятся ребята, находясь неуделом, тем спокойнее на душе и страна богаче. А сейчас я вам покажу видео с самым нелепым ДТП, которое мне когда-либо приходилось видеть. Вы видели это столкновение? Не часто одна лошадиная сила сбивает 200. И знаете, у меня даже есть несколько догадок, почему конь налетел на машину. Во-первых, возможно, его просто бесит шансон, который там играл. Я не могу это слушать! А может, конь просто решил на деле проверить поговорку? Баба с возу у кобыли легче. Вот и попытался таким образом ее скинуть. Правда, в роли бабы были два мужика, но это не страшно. Легче же все равно стало. А под эту музыку видео смотрится прям как надо. И так колесница в огне. Не завидую я лошади. А мужикам на повозке точно хана. Ведь цари такое не прощают. Спросите, при чем тут царь? А корона, по-вашему, откуда? Сразу же после этого видео водитель этой машины попал в книгу рекордов Гиннесса как самый спокойный водитель. Зацените. Короче, ДПСников все-таки вызвали. И, надо сказать, разбирались они целый час. Ну, как час. 50 минут угорали и 10 минут разбирались. Сразу же после этого случая вышла игра для смартфонов Angry Horses. Вот вам смешно, а кое-кто так и не приехал. На место встречи ежик всю ночь искал. Лошадка! Это был Плюс 100500. Меня зовут Максим. Пока, я... Субтитры сделал DimaTorzok